Страсти разгорелись, когда обнаружилось, что про чемпионат Карелии 22-го года сильнейшие спортсмены республики узнали в последний момент. Организатор первенства Федерация настольного тенниса Карелии игнорировала их запросы, не публиковала на своем официальном сайте расписание и регламент чемпионата. Тем спортсменам, кто явился для участия в день соревнований, отказывали в регистрации. Так, к играм пытались не допустить многократную чемпионку Петрозаводской и Карелии Ксению Адасенко. Мне сказали, что у меня будет какой-то персональный разговор с председателем Федерации, который, в принципе, пришел за 5 минут до начала соревнований и просто мне сказал, что он меня не допускает. Просили мы предоставить положение, регламент. Ну, в общем, это все длилось довольно-таки долго, но в конечном итоге они просто сказали, ну ладно, можешь играть. То есть, насколько я поняла, это просто было их личное, как бы, сначала решение, что они решили меня не допускать после того, как поняли, что я так просто не сдамся. Спустя 40 минут они все-таки решили сказать, ну ладно. Не имея законных оснований не допускать многократных чемпионов Карелии и Петрозаводска к соревнованиям, разрешили играть и Руслану Гарифову. Свой статус сильнейших он и Ксения Адасенко доказали, завоевав золото в личном и парном разрядах. Но это не хэппи-энд. Многие карельские теннисисты так и не узнали, что законно могли участвовать в чемпионате республики. Арендованный зал простаивал, хотя по документам в это время планировался отбор на чемпионат. В итоге, кроме детей из спортшколы Медвежегорска, ни один спортсмен из региона в Карелии в чемпионате республики не играл. Зная наши контакты, организаторов и активных людей в Костомукше, федерация не приглашала. Поэтому обидно, когда проходят турниры и без спортсменов. Было желание съездить, поиграть с сильнейшими игроками республики, но, к сожалению, информации как таковой не было. Хотя, говорят, существует сайт, кроме фотографий, там, к сожалению, ничего нет, никакой информации. Кстати, в уставе Федерации настольного тенниса Карелии записано, что цель организации – привлечение к обучению и активным занятиям настольным теннисом максимального количества граждан. Как бы сейчас ситуация в Карелии с настольным теннисом, мне кажется, достигла плохое слово, не знаю, а плохое выражение достигла дна, и коммуникации полностью отсутствует. Федерация – это очень узкий круг людей, все его знают, да, это несколько человек, которые принимают решения самостоятельно. Эти решения не открыты, никаких документов мы не видим. То есть мы пытаемся что-то найти, что-то узнать, мы хотим ехать, играть, как бы, но получается, что это никому не нужно. Дошло до того, что в чемпионате целой республики этого года играло всего 17 мужчин, 15 из которых – дети. Открываем мужской рейтинг, смотрим, мужчин там нет, там дети. То есть как будто у нас играют одни дети, и как бы больше никого нет. На самом деле ситуация другая, у нас за последние годы очень сильно развилось сообщество именно любительского тенниса, но их назвать любительским у меня язык не поворачивается, потому что это мастера спорта, это кандидаты в мастера спорта, это чемпионы Карелии, Северо-Запада, сильнейших соревнований, европейских соревнований. То есть действительно сильный уровень любительского тенниса в Карелии. Почему всех этих людей Федерация настольного тенниса Карелии по факту игнорирует? Получить ответ на вопросы не так легко. В день чемпионата секретарь соревнований препятствовала работе СМИ, а председатель Карельской Федерации Михаил Бокарев отказывался отвечать на вопросы на камеру. Наш телеканал обратился за комментарием в Министерство образования и спорта Карелии, при котором аккредитована Федерация настольного тенниса Республики. Сентр спортивной подготовки совместно с Министерством образования и спорта Карелии уже разбирается в ситуации с недопуском спортсменов к соревнованиям. Будет проведена рабочая встреча с руководителем Республиканской Федерации. Не лишним будет и уточнить, отправит ли теперь местная федерация чемпионку Петрозаводска Юлию Савинскую, чемпионов Республики Ксению Адасенко и Руслана Гарифова защищать честь Карелии на первенстве Северо-Запада. Или, как в прошлые годы, не поедет никто. Пока же создается впечатление, что мы на пороге еще одного скандала уже на всю страну. После соревнований непосредственно подошла к председателю и задала вопрос, кто будет в команде. На что мне было сказано, что он ничего не знает, он не знает ни сроков, он не знает, будет ли финансирование. В общем, он ничего не знает. Поэтому мы до сих пор не знаем, будем ли мы конкретно играть за команду. И будет ли вообще эта команда. Первенство Северо-Западного федерального округа состоится с 25 по 29 января 2023 года в Северском Ленинградской области. Никита Власов, Александр Борисов, Юлия Степанова, Борис Касьянов, Мария Акимова. Специально для Службы новостей.